конечно друзья я поставил на запись нашу конференцию поэтому если кто-то не успел то мы ее выложим на нашем канале да есть канал который я назвал как я же его назвал то лови кэшбэк с алексеем хохлатовым вот там все новости будут и под каждой новости есть кнопочка обсудить да вот где можно нажать на эту кнопочку и писать все что заблагорассудится задавать вопросы или какие-то новости сообщать и так далее так далее вот этим чатом надо уметь пользоваться в том числе но это не все вот может быть сделает чат максим может быть я тоже сделаю чат простой обычный да не канала чат потом есть каналы и чаты у наших спонсоров вот олег акинцев один из спонсоров мы все это дело изучаем поймем как эффективнее будем предлагать вам участвовать в тех или иных информационных потоков для того чтобы удовлетворять свой голод информационный здесь кроме того естественно мы со временем запишем достаточное количество пояснительных видосов и все они будут существовать на какой-то одной странице посадочной для тех кто зарегистрировался чтобы можно было легко разобраться но пока у нас такая вот первая встреча она для того существует чтобы мы вот кучу вопросов навалили навалили поняли какие болевые точки то есть что хочется знать всем прежде всего вот поэтому в общем у меня нет какого-то спича такого знаете что заходи туда делай то делай все потому что кажется ну мне по крайней мере кажется что есть видосы основные да где показано как регистрироваться как пополнять как тратить и казалось бы все это очень просто автоматизировано есть техподдержка с ней тоже можно решить вопросы и тем не менее эти вопросы здесь не кончаются они есть есть и есть и продолжают есть вот поэтому мы наверное попросим сейчас во первых есть чат у нас до написал написать вопросы в чат какие у вас есть насущные вот именно у вас что у вас не получается что что вы не понимаете ну и кто осмелится просто поднимать руку и прям брать слово и уж давай чуть-чуть смотри я предлагаю смотри я предлагаю чуть-чуть буквально за минуту за две сказать в чем плюсы этой системы потому что здесь по-любому новички скорее всего есть и дальше уже если что вопросы и пусть действительно кто-нибудь может быть голосом может задать захочет в любом случае я настроен на то что нас сегодня будет каламбур может я зря кстати так настроен вот потому что встреча первая и мы в общем не какую-то презентацию здесь проводим да а пообщаться встретились опять чтобы понять вот людей которые только-только зашли как вот что их больше всего волнует какие больше все вопросы может быть может быть я скажу пару слов дал про акценты какие-то с моей точки зрения с моей точки зрения которые наиболее интересны в этой модели здесь вот есть несколько несколько модулей как бы модели из которой она из которой она состоит и есть вещи которых принципе не не было на рынке вот это очень интересно меня для меня вот изначальное побуждение кроме предпринимательства побуждения еще и следовательство тоже было потому что модель абсолютно новая вот в совокупности то есть она состоит из нескольких частей которые большинству знакомы плюс есть несколько элементов абсолютно абсолютно новых да вот один из них это то что ну то есть первое вы знаете что карта основной продукт базовая эта цифровая карта которая бесплатно которая бесплатно в обслуживании бесплатно в подключении и поскольку она цифровая то она включается включается за одну-две минуты и по сути это вирусный продукт на котором с моей точки зрения можно строить огромные структуры и вот это не характерно для классической модели то есть моей точки зрения этот продукт может быть интересен вообще третьей страны потенциально на гипотезе и вот это такой вирус на котором строится большая структура и то что произошло впервые в истории можно прям смело так сказать что банк причем банк с государственными акциями 40 процентов государства в этом банке до первый банк который зашел в этот проект акбарс но он не последний в этом году еще два банка крупных ожидается и банк впервые в истории отдал почти всю свою прибыль в многоуровневую реферальную программу это абсолютно уникально мало того что он значит он дал прибыль плюс то есть это называется транзакционный до кэшбэк 0 5 процентов от всех транзакций идут в сеть а плюс он дает еще к этому 400 рублей за каждую активированную карту вот это вот вот это вот все принадлежит как бы первому модулю такому вирусному на котором уже деньги зарабатывать и это с моей точки зрения опять же продукт абсолютно масс-маркетинг и любой взрослый человек может сюда подключить это первый модуль второй акцент то что сюда можно заводить весь marketplace и сюда можно заводить бизнес и собственно одна из функций сети и наша возможность это подключать микро и малые и средние бизнесы и это отдельная как бы да отдельная история отдельный модуль при этом уникальность в каком-то смысле в том что весь трафик который идет с этого бизнеса клиентский трафик и следом и партнерский тоже возможен он идет структуру он идет к вам к примеру в первую линию если вы подключили этот бизнес и это очень интересная возможность и это как бы вот второй модуль да здесь тоже есть особенность который моей точки зрения не было вообще вот то есть есть проекты которые ставят оцифровывают клиентов для бизнеса да но во первых они точно совершенно гораздо дороже здесь практически бесплатно и такой интересный интересный момент опять же чтобы сразу вопрос не не возникало это финансируется банком это за счет банка происходит все представители бизнеса которые на передовой общаются с клиентами то есть это официанты в ресторанах это кассиры в магазинах в аптеках да все имеют дополнительную мотивацию то есть если с помощью официанта или кассира человек клиент открывает карту с этой карты тут же делает покупку в этом бизнесе он во первых получает сразу кэшбэк да и кэшбэк он получает не бальный как чаще все бывает а живыми день так вот этот человек представитель бизнеса просьба выключить микрофон у кого-то включен значит этот человек получает 100 рублей за каждую карту с карты должно быть потрачено накопительно тысячи рублей вот с этого момента он получает у него отдельный 1 1 уровня в ресторан получает 100 рублей это очень серьезная мотивация вот для этих людей то есть там официант кассиров день 3 4 5 тысяч могут дополнительно зарабатывать и это монетизация по сути дополнительная монетизация рабочих мест у бизнеса и мне кажется это очень очень круто и третий такой акцент третий серьезный опять же модуль это то что в проект заходит крупный очень крупный бизнес и этим занимается не сеть этим занимается централизованно офис так как там серьезный такой бэкграунд сам проект возник собственно возник корень да вот корни этого проекта в том что один из владельцев платформы он он для банков для крупных банков представляет услуги сервиса сервис кэшбэковский и помогает им организовывать маркетплейсы до 15 банков является клиентами включая крупные дам втб россельхоз и так далее и на плюс профсоюзы ржд газпрома тоже клиенты и вот отсюда возникла сама идея сделать marketplace для себя а вторым шагом возникла идея положить все это на сеть да такая счастливая и считаю гениальная совершенно в этом случае модель получилась вот значит эти крупные бизнесы они уже зашли они уже начали заходить первое это ренессанс страхования второе это в январе заходит билайн который отдает 40 процентов сеть из них 30 процентов идут личный кэшбэк 10 процентов личный кэшбэк 30 процентов сеть и это достаточно большое наполнение и таких крупных бизнесов будет заходить все больше и больше и как бы это будет зависеть от скорости роста количество открытых карт значит то есть за билайн там на очереди мегафон и не только да и не только эти операторы плюс это сетевые супермаркеты с первой клиента перекресток и во вторую очередь более крупные магнит и пятерочка то есть все владельцы этой карты да и собственно говоря люди которые заходят в нашу сеть они будут получать дополнительный личный кэшбэк а вся структура будет получать со всех буквально со всех транзакций то есть очень важно с любой транзакции везде где есть эквайринг везде где можно оплатить карты даст со всех этих транзакций доход идут сеть и 0 5 процентов транзакционного кэшбэка от банка плюс 0 5 процентов партнерского кэшбэка от партнеров которые становятся на марте плюс дополнительные вот такие объемы которые ну это такие индивидуальные решения которые дает билайн про который сказал 40 процентов ренессанс страхования до 30 процентов и так далее вот это основные три таких модуля и я заодно проговорил даже особенности которых с моей точки зрения вообще нет нигде плюс сразу тоже скажу чтобы вопросов по этому поводу не было дальше сейчас это ограничение российская федерация в этом году подключается ближние зарубежья это казахстан узбекистан киргизии белоруссии первые планируется дальше дальше следующие страны и дальние зарубежья так как стратегическим партнером проекта является виза да это это тоже очень серьезно и планах визы вместе с нами запустить проект в ближайшие пять лет 50 стран они в этом очень сильно заинтересованы и и очень нравится вот этот модель собственно вот такие такое вступительные слова олег ну ты разве что по бумажке не читал потому что так все выверено четко видно что ты в теме в теме и еще раз в теме и про я наверное 100 вебинаров наверно уже провел еще нет потому что проект только запустил вот это тоже важный момент это такой стартап стартап но кстати говоря по поводу только запустился вот я сегодня только разговаривал с одним из кандидатов серьезно таким он говорит 25000 регистрации уже есть ой блин ну я не в начале не все такое вот я говорю ну во первых и двадцать пять тысяч регистрации выпущенных карт это не активно это клиент это клиент да да вот во вторых из тех кто активный надо взять что самых активных кто лидеры называется поэтому дай бог тут человек стоя есть лидеров вряд ли больше авторы говорю ну население россии 140 миллионов человек а тут 25000 как бы о чем говорить и в третьих еще сейчас снг будет подключаться потом азия европа америка как бы да 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 как раз как раз я об этом и говорил что это не классическая модель здесь нужно нужно переключить немножко мозги до сознания здесь как не видится структуры да вот такая ячейка это для более менее значимого лидера это 10 тысяч человек это выстраивается по моим просчетам 45 месяц да здесь же нет вступительных взносов каких то есть ты просто скачиваешь приложение регистрируешься и собственно все вот виталий у нас осмелился первый привет да давай задавай вопрос микрофончик включи пожалуйста максим вместо виталия включил микрофончик и выключил все короче включает и выключают надо нажать на микрофон и так и все справа снизу слева снизу кнопочка микрофон вот его надо включить и тогда будет звук а то тебя не слышно так макс а между прочим ты же под двумя взошел аккаунтами я одном и одному из аккаунтов дался организатора тебя чтобы ты мог просто брать и говорить виталий пишет что выключили что получается организаторы выключили включить звук у себя я витая тебе дал виталий право а вот ты снова выключил поэтому тебе надо добрый день это я зумом против пользоваться умею просто выключен звук я никак не могу включить я правильно понимаю так сейчас включу я говорю там меня зовут виталий я так понимаю проект непосредственно новый то есть рынок у нас пустой можно его захватывать это классно интересно прикольно я здесь полностью новичок был всего лишь на одном вебинаре который был как я понимаю вчера на youtube и правильно ли я понимаю что мы здесь можем подключать непосредственно карточку лови кэшбэк на нее перечислять наши денежные средства оплачивать любые покупки и получать кэшбэк до 30 процентов верно значит первое вот сейчас стадия сетевая я бы сказал она не клиентская то есть в целом все верно единственное что вот этот транзакционный кэшбэк 0 5 процентов он идет в сеть это не личный кэшбэк то есть он идет в структуру и если посчитать это гораздо более интересная история если бы даже все 0 5 получал сам человек а вот те бизнесы которые становятся на marketplace и собственно мы их сами туда приглашаем они уже там есть частично но и пока мало мы приглашаем плюс офис приглашает вот крупные бизнесы как пятерочка магнит то что я говорил дилайн и вот там дается уже большой приличный такой размер кэшбэка да он он в среднем планируется выше и существенно выше среднего по рынку и тогда это будет интересно клиентам пока это стадии сетевая сейчас первые месяцы строится сеть вот какой-то личный кэшбэк здесь есть безусловно и будет прибавляться с каждым с каждой неделю буквально там новые новые продукты будут появляться в частности ближайший один из ближайших продуктов это кредитная карта тоже будет банка барс также будет идти в сеть вознаграждение за подключение этой карты и также за все траты с этой карты будет идти в сеть транзакционный кэшбэк вот например один из ближайших новых продуктов и кстати сразу скажу это тоже наверное важно по нынешним временам у многих но у большого количества людей в стране испорчена кредитная история и это очень классный механизм отбеливания этой истории будет потому что аквас будет давать карту даже тем кому нигде никогда не дают и больше не дадут кредитную карту если человеку нужно и он в реферальной программе здесь и банки видят что он тратит 10 тысяч в месяц хотя бы то он получит сначала небольшую 30 тысяч например кредитку и таким образом собственно будет отбеливать свою историю это очень тоже интересно да олег спасибо большое за ответ смотрите ну если мы берем в целом все банки у каждой банки у каждого банка есть своя какая-то реферальная система то есть мы можем получать кэшбэк в том же тинькофф банки но единственное что сильно цепляет что ни в одном банке нету именно сетевого как здесь вот конкретно в этом проекте вот вопрос если не секрет а в чем интерес ну вот нашей непосредственно программы на этой компании интерес в чем заключается если мы просто подключаем карты получаем кэшбэк где деньги для компании может быть какой-то внутренний процент для них есть или что но если не секрет если есть такой ответ да ну то есть ну конечно то есть у компании есть да часть небольшая часть прибыль которую они получают помимо сети естественно как как у любой сетевой компании да это уже их договоренности с банками кстати вот тоже важный момент ну наверное для многих картину прояснит сама структура транзакций структура транзакций она такова что что 97 примерно процентов плюс-минус денег идет бизнесу да когда происходит транзакция а вот три а двух с половиной до трех с половиной идет двум банкам первый который устанавливает оборудование для эквариума второй который кайпкар вот два банка и платежная система в нашем случае виза вот они делят вот эти три процента между собой примерно и за вычетом всяких там историй у них получается около 0 8 примерно процентов практически все в данном случае банка отдает потому что плюс к 0,5 тысячи 400 рублей 400 рублей за каждую карту и это для него оказывается для банка выгоднее нежели напрямую в лоб рекламироваться за деньги в интернете или телевидении вот поэтому это как бы сила так сети и они сейчас очень довольны как проект запустился да я понял и последний вопрос вот мы часто здесь упоминаем акбар банк это до акбарс банк это непосредственно программа от этого банка или это какая-то отдельная организация нет это это как карта от банка но приложение лови кэшбэк под которым собственно да не один банк будет вот акбарс просто первый следующий следующий второй банк газпром да которые заходят в этом году и третий русский подбанк и еще будет в россии еще два банка планируется пять банков и между банками очень серьезно сейчас конкуренция на глазах возрастает и они сейчас вот сейчас они поняли где у них да я понял спасибо в любом случае олег за ответ давайте еще раз немножечко так обзорно представим себе что это за система и так значит есть у нас компания лови кэшбэк это не банк эта компания которая работает с банками и с профсоюзными организациями то есть у них есть опыт просто работы с банками и вот она с первым банком договорилась с акбарсом о том что мы с помощью приложения лови кэшбэк лови кэшбэк то есть помощью приложения этой компании регистрируемся здесь в этом приложении и из него изнутри подаем заявку в акбарс банк он нам одобряет карту делает апгрейд или уприт это называют упрощенная идентификация и мы обладаем картой начинаем обладать картой продвинутой до которая просто обычная виза карт от акбарс банка мы пополняем эту карту и соответственно деньги мы кладем на счет в аксбарки в акбарс банке они насчет лови кэшбэк то есть вот сразу просто есть криминальные люди с криминальным мышлением или просто которые попадались на какие-то истории они сразу думаю так где здесь можно своровать то есть если вдруг там я не знаю банк акбарс накроется скажем да или какая-то система что-то здесь накроется то вы всегда защищены законом центробанка о защите вкладов потребителей в большом размере то есть если вы например тратите миллион рублей в месяц вывода вы даже можете не рисковать кладя на карту лови кэшбэк сразу миллион до вас это не получится вы можете класть там раз в три дня по 10 тысяч рублей таким образом тратить и получается все что чем вы как бы рискуете вот те самые 10 тысяч рублей на самом деле вы не рискуете потому что если вдруг банк накроется что может произойти наверное под этим миром солнцем все может произойти то вы как ваш вклад застрахован вам центробанк все равно выплатит эти деньги потому что вы их кладете не в лови кэшбэк а непосредственно на счет в банк который привязан карте карте виртуальной и через эту карту виртуальной вы делаете покупки то есть у вас непосредственные отношения идут с банком в данном случае сакбарс банка через какое-то время будет выбор то есть вы заходите в приложение лови кэшбэк регистрируетесь по чьей-то ссылке да и у вас там выбор открыть карту этого банка этого банка и этого в чем выбор вы смотрите какие кэшбэки какие условия какие там баллы начисляются за целевое выполнение ну то есть мы увидим когда будет несколько банков в чем собственно говоря там преимущество и будем выбирать и банки будут конкурировать за нас то есть за то чтобы мы зашли в приложение и выбрали именно их карту они вот соседнего банка и таким образом они будут улучшать условия внутренняя конкуренция будет давать все больше и больше плюшек нам так что в целом вот картина выглядит так если отчета не сказал не так то олег меня поправит все так ну вот все так теперь ребят я же вроде бы поставил галочку что вы можете прям говорить а не руку поднимать да алексей добрый вечер алексей олег добрый вечер меня зовут иван без видео позвольте смотрите такой вопрос касательно кэшбэка вот я пригласил партнера он тратит деньги мне приходит кэшбэк кэшбэк же падает на мою карту прям живыми рублями правильно кэшбэк 0,5 процентов он накапливается у вас течение месяца кэшбэк падает человеку который который потратил с этой карты и если он потратил в бизнесе который стоит на маркетплейсе на платформе на нашей то он сразу получает ну хорошо но вопрос у меня немного в другом да давайте просто термином определимся это не кэшбэк это заработок да наверное с оборота это хорошо доход можно назвать да давайте назовем доход значит я пригласил максима максим тратит по 10 тысяч рублей в месяц я тоже трачу 10 тысяч рублей в месяц и мне от максима приходит доход вот если я этот доход трачу он тоже как бы рассчитывается как мои деньги или нет или эти деньги они как бонусные не засчитываются ну то есть если у меня тысяча человек структура мне только от нее приходит 10 тысяч рублей обязательно ли мне докладывать свои 10 тысяч рублей либо я могу эти 10 тысяч рублей тратить выполняя условия акции ну чтобы получать эфирамку вы тратите просто 10 тысяч рублей на хреб так у нас здесь что-то происходит да я просто сразу параллельно показываю вы тратите свои 10 тысяч рублей до которые которые у вас есть на карте любым путем они туда приходят да то есть разными путями вернее могут приходить задача потратить просто 10 тысяч рублей на на свои все даже если эти 10 тысяч рублей я заработал ну доходом от своих партнеров все верно но какая разница здесь вообще не предстоит да ну все вот вопрос просто как как правило бонусные деньги которые зарабатываются от рефералов они как бы не учитываются здесь здесь этого нет все спасибо большое и вот я у коли уже запостил демонстрацию экрана должен отвечать что у нас тут появилось смотрите у каждого из нас есть в приложении кнопочка ссылка до который ведет вот на этот сайт рев лови кэшбэк точка ру ну сайт лови кэшбэк точка ру просто рев спереди да стоит вот здесь вы нажимаете кнопочку история она подгружается и вы видите все что потратили ваши люди неважно в каком поколении более того вы даже не видите в каком поколении здесь происходит вот вы видите что кто-то на азс заправился у вас 0 72 рубля с 1800 рублей бензина капнула да вот вознаграждение 32 рубля это за что за то что во втором третьем или четвертом поколении у вас человек выполнил цель что за цель он потратил 5000 рублей в первый месяц ну то есть до конца второго месяца после того как он оформил себе карту вот и дальше все остальное вот например 12 тысяч рублей за авто 4 8 вашего кэшбэка теперь давайте перейдем дальше вот начисление вы видите что на авторизации 40 рублей то есть они еще не авторизована какое-то время должно пройти после того как банк начистил вознаграждение после чего какие-то суммы они пройдут проверку и будут выплачены в сеть и тогда они будут как одобрены вот это от кэшбэка а это за все целевые реферальные выплаты то есть как вот те самые 400 рублей который банк платит в сеть не вам непосредственно в сеть до с которых вы получаете 20 процентов или 10 процентов по маркетингу вот 10 процентов это как раз те самые 36 рублей которые на предыдущей странице я показывал и вот они здесь копятся копятся и в итоге они вам выплачиваются когда они вам будут выплачены не подтверждено видите здесь пока написано подтверждено будет когда месяц пройдет к выводу будет доступно когда уже этот месяц пройдет эти суммы будут доступными и когда вы их выведет вы видите то вот здесь и они тоже будут указаны и где-то здесь эти выплаты секундочку вот кстати маркетинг здесь вы можете скачать на ссылочку кликнуть здесь есть маркетинговые материалы это все что можно в инстаграме в ютюбе но не в ютюбе фейсбуке там еще где-то постить тоже скачать и посмотрите все эти посты а вот статистика блин не вижу где это продукты где выплаты выплаты подожди там вот где начисление смотри еще раз начисление а вот они выплаты да вот переключение так как у меня и п то соответственно я перевожу на и п сначала в нашу реквизиты нажимаю здесь кнопочку в нашу свои реквизиты могу как самозанятые сделать выплаты минимальная к выплате 1000 рублей максимальная 2 и 4 миллиона в год налог надо будет заплатить и п тоже 1000 рублей и максимальная не ограничивается на налог уже надо будет платить самостоятельно или как физлицо физлицо больше чем 4000 рублей в год нельзя выводить потому что здесь все по законодательству соответственно платить налоги у нас здесь все белое вот так это выглядит технически на этом же сайте здесь можно покупать продукты которые здесь будут появляться пока это только ренессанс страхование осаго каско каско почему-то еще пока недоступно покупается все это онлайн нажимаете оформить подгружайте документы и покупаете сейчас страховки можно покупать не распечатывая то есть все онлайн существует но и здесь будут на странице продукта все больше 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 продуктов в зависимости от того сколько до чего сколько с какими продуктами договорились и сколько подключили так что вы видите сейчас все это в развитии вот так она выглядит на самой самой первой стадии когда мы все подключились ну плюс еще есть marketplace да на котором большее количество предложений да но маркетплейс я не могу здесь показать это надо через приложение показывать поэтому пардонки если вы в приложении заходите прямо на главной странице приложение могу только через видео показать давайте демонстрацию экрана закроем извините анвар анвар пускай микрофон выключить или выключите его пожалуйста кажется уже выключил да так вот ребят когда вы подключаетесь а он не хочет воспринимать да потому что я сделал размытый фон сейчас я его переведу так вот да вот так вот вы будете видеть вот когда вы подключаетесь то на первой же странице у вас идут предложение от партнеров вы выбираете любое и покупаете делайте покупки вот здесь их много и сейчас около 300 магазинов с которыми договорились где можно выбирать и получать скидки но честно говоря у нас пока информации по поводу того кто покупал чтобы они видео какие-то сделали мало то есть мы пока вот этот у нас пробел то есть мы будем записывать по поводу этого видео как совершать покупки все эти инструкции они тоже естественно будут пока поймите до два месяца всего лишь программе поэтому с точки зрения автоматизации еще много чего тут надо реализовывать и мы это сделаем до вопрос вопрос в части про предпринимателей подробнее расскажите но вообще сегодня был вебинар этому посвящен я думаю что мы сейчас наверное в эту тему углубляться не будем подробнее только если в целом скажем но там вот еще какая особенность да про которую я не сказал который может быть интересна самим предпринимателем то есть понятно для чего это нужно бизнесом повышение лояльности оцифровка клиентов там до очень классному кабинету с большим количеством данных которые можно анализировать это очень ну как бы дорогого стоит для бизнеса и ну то есть вот это вот о чем я говорил дополнительная монетизация рабочего места и вот такая вещь как как я уже говорил что если вы подключаете бизнес то весь поток весь трафик клиентский и партнерский поток он может идти вам в первую линию и здесь зависит от того насколько бизнес заинтересован сам подключить весь этот трафик себе в первую линию потому что такое мне кажется будет часто происходить это дополнительный ресурс для бизнеса тогда вы все это получается себе во вторую просто линию и мне кажется это достаточно может быть выгодно всем то есть например ресторан там или аптек или магазин вот владелец или ответственный ресурс кем договариваться во время постановки бизнес на платформу у него дополнительная мотивация он может включиться в программу он может включиться в программу и соответственно весь этот трафик дополнительно получать себе то есть для бизнеса это дополнительный доход да то есть со своих же клиентов он еще раз получает доход вот это вот такая особенность да то есть бизнес может стать реферальную программу представитель бизнеса при желании друзья я вот еще хочу показать смотрите не все показала из личного кабинета справа сверху кнопочка телеграм-канал здесь их два канала информационный и канал для стажеров информационный это лови news а канал для стажеров так и написано стажеры и лицензиаты лови кэшбэк в канал для стажеров так просто не попадешь то есть если в информационный можно просто нажать кнопочку перейти и увидеть и джоинить да то есть подписаться на канал то в канал для стажеров не попадешь там сотрудники банка включают людей вручную если эти люди реально есть системе вот поэтому каждому из нас кто в системе уже дал вы должны просто в кабинете нажать и тот и другой канал подписаться и что значит для стажеров стажеры как раз те самые люди которые хотят подключать бизнес и что подключать бизнес вот те самые магазины которые я листал в приложении если вы хотите чтобы ваш соседний магазин или парикмахерская или хлебопекарня были здесь у нас приложение то вы становитесь стажером вы не платите ничего вперед вы подключаете бизнес и и первые 30 тысяч рублей которые вы зарабатываете неважно как с бизнесов или просто с кэшбэков они будут с удержаны за оплату этого этой привилегии быть стажерам а потом лицензиатом разница contingenge обучение происходит изменишь обучение да да вот в этом канале постоянно происходит обучение вот она сегодня как раз два почему я говорю что мы наверно сегодня подробно не будут говорить о предпринимателе сегодня как раз была обучение вам надо просто заявку отправить на этот канал и зум запись этого зума обучения она там в канале внутри лежит вот просто если мы сейчас будем вдавляться в эту тему то это вообще надолго вот это нам сейчас ни к чему нам в целом надо бизнес это понять как он работает до колья на этом сайте показываю сейчас вам то сразу могу переключиться на сайт деловой . без посмотрите здесь есть раздел лови кэшбэк вот здесь будет вся самая важная информация по этому бизнесу все основные видосы которым будем записывать со всякими поясниловками вот самая главная поясниловка как регистрироваться пополнять и все такое первые шаги она уже есть ну и какие-то общие вещи есть вот это презентационный такой видос вертикальный на 9 минут вот мы будем пытаться записывать презентационные видосы и на 2 минуты и на 5 минут и какие-то еще поясниловки делать и все они будут здесь появляться на этом сайте в том числе здесь есть какие-то текстовые вещи основные которые цепляют все это мы будем здесь совершенствовать добавлять это сайт на которых с помощью которого вы можете рекламировать эту программу или можете брать текст и копировать на свои какие-то ресурсы и рекламировать уже там но поглядывает всегда сюда потому что эти тексты будут обновляться чтобы на своих ресурсов тоже обновлять теперь вот эти все видео по запросу я могу высылать вам в оригинале чтобы вы можете сами скачивать его из youtube да или просто брать у меня оригинал и за листьевать за заливать на свои youtube каналы чтобы не быть привязанным к моим каналам у тебя нигде ссылок своих не дают на подписание тем не менее может быть вам комфортнее на свой канал прокачивать все это дело поэтому можете тоже запрашивать я вам все эти видео буду давать так что в целом техника у нас такая это пока только наметки все вот эти информационные телеграм-каналы этот сайт все это будет совершенствоваться там будет все я надеюсь в течение пару недель пошагово расписано чтобы мы могли просто дать какой-то ресурс своему человеку и он пошагово посмотрев все видосы все инструкции все понял об этом бизнесе ну или почти все вот так целом еще важный такой момент еще я сказал про то что виза является стратегическим партнером и виза активно планирует финансировать сеть первый промоушен который будет это в начале апреля поездка в дубай как раз в офис визы там региональный центр который мы принадлежим и первые 50 чеков компании едут туда за счет визы проезд проживание обучение пятидневные мероприятия будет и в частности там будет речь о как раз международном бизнесе вот и это оплачивает виза в планах и раз в квартал вот сейчас пока то что озвучено раз в квартал будут такого рода поездки в разные в разные места туда куда можно добраться по внешним временам и плюс визы первый транш выделила полтора миллиона долларов собственно говоря на вот на промоушен на подарки вот которые в ближайшее время будут озвучены еще буквально то есть она активно участвует в проект Денис отжимай микрофончик и спрашивай да всем доброго времени суток благодарю за этот эфир за качественные пояснения есть некоторые вопросы вот с Алексеем в частности вчера созванивались как раз наверное для всех будет актуально или для многих точнее тот человек у которого как у меня например испорченная кредитная история имеет ли возможность заходить под собственным аккаунтом и вести бизнес процесс зависит от того насколько то есть кредитная история не мешает да то есть здесь вопрос если в случае если человек банкрот в общем были так скажем было три случая у нас когда какие карта карты арестовала но при этом у большинства это пока проходит я сейчас говорю про банкрот вот если это просто испорченная кредитная история то это вообще никак не должно мешать вот мало того как я сказал это здесь есть будет возможность буквально с конца марта начать вот эту историю исправлять через этот проект хорошо благодарю сейчас подожди еще добавлю этот ответ олега я сегодня с ильмасом а как раз с исламом этот вопрос решал и он сказал что говорит было бы неплохо мы продумываем сейчас какой-то кейс чтобы людям банкротом и тему кому банки не открывают некие кредитки и все такое наоборот предоставить возможность здесь в лови кэшбэки развиваться и теми деньгами которые они получают с рефералки тем заработком который здесь у них будет прямо непосредственно оплачивать те долги перед государством там или такими институтами которые у них возникли здесь в черную работать не получится то есть если у вас есть какие-то долги скрыться здесь что-то сделать зарабатывать и выводить деньги налево не получится потому что это белая открытая история но хотя бы предоставить людям возможность зарабатывать здесь и автоматически чтобы система за вас эти деньги уплачивала государства вот это этот вариант он был бы хорош некоторым людям он бы подошел и он рассматривается в лови кэшбэки да и здесь вот кстати тоже такая деталь интересная но это вот совсем для экстремальных случаев но они бывают к сожалению когда у людей совсем нет денег вот того что нет денег на хлеб да такое тоже случается а желание как-то вылезти из этой ситуации есть то вот для таких людей тоже интересная интересная возможность потому что можно открыть карту бесплатно и даже можно вот этот вот минимум который необходимо потратить на себя сделать с помощью других людей так как ну карта привязывается к нескольким во первых телефонам это можно и через взрослых делать а можно вплоть совсем уже экстрим да купить там ходить в магазин и купить с этой карты что-то соседям договориться с ними например это вот совсем уже такие вот тяжелые случаи но они дают возможность проект дает возможность таким людям включиться в бизнес хотя бы потихонечку полигонечку это ну мне кажется это какое-то такое социально-экономическое значение имеет и вот к этому же вопросу тоже добавление как раз вопрос здесь чате не ослышались ли мы не ослышался ли кто-то а именно дмитрий что 4000 только в лимит вывода в год на физическое лицо нет не ослышался все что выше 4000 надо оформлять или самозанятый или и п и выводить уже с налогом потому что история белая да то есть у нас за они по законодательству запрещено с налогов не платить вернее с доходом ну и этого с этого года прямо нового года эта история жестче становится да и сетевые компании я думаю что все будут ну и денис еще что-то хотел спросить еще ряд вопрос вопрос следующий это по поводу текущих результатов например лично ваших либо ближайших партнеров какие есть результаты за какой период как в структурной так и финансовой вот чтобы понимать вообще ну как говорится порядок цифр то есть что нужно сделать и к чему это может привести у нас мы сделали очень интересную такую штуку алёш не знаю ты видел наверное в чате это артем сделал калькулятор доходов да калькулятор есть я могу сейчас его вывести на экран вот я думаю что его нужно дать то есть там там расчет идет на несколько продуктов которые в ближайшее время должны подключиться и вы можете легко там посчитать по этому калькулятору доходы сейчас ситуация такая сейчас идет построение структуры и продукты как бы присоединяются да пока вот основной доход это вот этот вот 05 транзакционного кэшбэка и 400 рублей за открытую карту значит с января да вот появляется такой существенный новый доход это как раз вот это вот возможность получать со структуры вот эти стажерские 30 тысяч это достаточно существенный плюс-плюс в январе делаем добавляется вот собственно доход он будет расти момента подключения вот этих продуктов потому что пока продуктов практически нет сейчас идет построение сети рост квалификаций ну я могу сказать за себя то есть я у меня за два месяца ну я почти уже дошел до 3 квалификации это оборот почти 10 миллионов то есть это что такое ну товарный оборот это в моей структуре люди на хлеб молоко да и все остальное потратили потратили 10 миллионов почти не чуть-чуть осталось это будет 3 квалификации по маркетингу доход пока он очень маленький то есть он там где-то между 10 20 тысячами почти почти не значим как бы да но опять же еще раз повторяю сейчас идет построение структуры и когда продукты начнут продукты начнут пользоваться структуры то есть доход начинается то есть собственно говоря с конца января с начала февраля вот и ну опять же чтобы было понятно допустим вот эти 30 тысяч стажерские по маркетинг плану идут в первую линию 20 со второй по четвертой 10 процентов у меня сейчас будет 28 18 18 18 опять же по маркетингу вот можете посчитать ну и у меня где-то человек наверное 50 70 да вот на данный момент которые точно совершенно включаются включаются включение бизнес да этот минимум на самом деле больше то есть каждого я от 3 до до 8 почти тысяч в этом диапазоне с каждого я получаю но этот процесс начнется он буквально начнется с 15 января потому что важный очень такая важный момент все документы они проходят через систему безопасности банка и почему не берется компании не берется допустим плата за обучение как можно было бы сделать легко вот эти 30 тысяч эти 30 тысяч берут столько изнутри из денег заработанных в проекте да чтобы не было извне никаких привнесений чтобы не было никаких намеков на пирамидальность и это тоже очень важный момент потому что как бы с точки зрения безопасности здесь на 120 процентов все выверено и договора готовились вообще там 7 месяцев по-моему с банком и с визой поэтому как бы доход он начинает расти с момента начала использования продуктов если рассчитывать на вот этот транзакционный кэшбэк банковский 0,5 процентов если только на него например рассчитывать то структура должна быть как я говорил примерно вот 10 тысяч человек чтобы это был уже значимый доход если только мы про это говорим но к счастью источников дохода здесь достаточно много вот второй в частности источник это вот эти 400 рублей которые только тоже поднимаются по структуре но это тоже не основное да вот основной начинается вот с этих 30 тысяч и следующих продуктов вот продукты начинаются начинают присоединяться в сеть вот с января ну давайте ребята сейчас какое количество людей партнеров сети вот активных вернее так количество людей которые подключились за два месяца вот у меня у меня такая вторая структура у меня 1300 человек вот еще есть одна ветка там крупная там больше семи тысяч вот но там есть специфика они там чуть раньше по причинам начали и они по-другому работают немножечко да то есть мы тоже так можем работать там идет работа с холодным трафиком в основном с чат-ботами и там конверсия поменьше чем у меня но примерно вот такая сумма то есть меньше 10 тысяч человек которые подключились начало ноября и сразу вопрос след следующее здесь без следующего пока подожди этот вопрос до конца съедим кулькулятор да вот я его листал листал но не было понятно немножко пробежимся каждый естественно может зайти по ссылке ссылку опять же берет в канале лови кэшбэкс а хохлатова здесь можно его листать например если вы подключили 20 человек первой линии каждый из них подключил скажем там по шесть человек калькулятор сам считает сколько людей будет в вообще всего пяти с лишним линиях я убрал все доходы которых сейчас нету вот видите галочки не ставил оставил только транзакционный кэшбэк и премию от агбарс банка за выполнение цели и у нас получилось что если 70 процентов давайте даже половину людей сделаем которые все это сделали даже 30 процентов каждый третий да то у нас получился доход 676 тысяч рублей то есть порядка 9 тысяч долларов понятное дело что это не за один день но здесь надо понимать что этот бизнес имеет такую специфику что он накопительный как снежный ком здесь включаются большие цифры сначала это все так ну смешно может быть даже выглядит тоже доход ты начинаешь на смотреть 10 рублей и она числа там 20 рублей 300 рублей там тысячу вау ты думаешь вроде нолики а особо хлеб на них не купишь да а потом ты начинаешь понимать что структура лавинообразно начинает развиваться потому что включились какие-то лидеры пошла вот эта вирусность и ты уже не можешь это остановить ты можешь даже отстраниться перестать этим заниматься но все все равно идет потому что у тебя требование только одно 10 тысяч рублей в месяц тратить через свою карту и все ты выполнил квалификацию на получение реферальных и у каждого такое требование и этот бизнес он постепенно разрастается разрастается а мы-то с вами как пользователи это мы сейчас просто оплачиваем с карты и все мы потом начнем страховать машины через осаго потом начнем какие-то симки билайн покупать или мтс и так далее то есть у нас продукты добавятся и у нас получится огромный трафик товарооборота постепенно потом лицензиаты будут подключаться мы за них еще вот ведь сейчас лицензиатов галочку нажму и у нас уже получилось 5 миллионов вместо 600 тысяч то есть уже почти в 10 раз больше вот и таким образом постепенно это будет как снежный ком а потом еще включится другие страны и чё там начнется то есть вот это надо понимать это не бизнес который вы сегодня можете заработать вот сейчас вы в вошли и у вас на следующий день ну или там через месяц там 30 тысяч рублей 500 баксов заработать за первый месяц нет за первый месяц здесь 500 баксов не заработаешь но 500 баксов в день зарабатывать здесь спустя полгода или год это очень реально вот такая эта история верно хорошо и по поводу вывода средств я так понял что для самозанятых там 2400 год максимально для ип неограниченную сумму верно все по закону самозанятый не может оставаться в статусе самозанятого есть у него товарооборот по доходам больше определенной цифры эта цифра здесь и указан еще такой вопрос начал общаться с рядом партнеров там бывших настоящих и говорят о том что уже была информация об этой компании и почти от каждого говорят что типа там у них большой порог входа то есть видимо ситуация поменялась условия компании раньше были другие потому что мне говорят там тысячу долларов нужно унести там что-то такое ну и тогда типа тебе открываются какие-то возможности я говорю ну сейчас по-другому просто я не знаю как было раньше чтобы не понимать что с людьми более так скажем корректно общаться и сказать что условия поменялись например если они менялись денис ну во первых они могут путать с city life им или с другими компаниями до такого склада который требует там большие взносы в общем на них в основном зарабатывать как было до этого мы сейчас просим олега он больше знать чем я то есть был тестовый запуск которые которые осуществляла осуществлял проект игра и он он длился там два-три месяца по моему и там собственно действительно был тест не было там это другая история здесь не было никогда никаких ищетов вот и собственно вот поэтому вторая ветка про которые я говорил они собственно оттуда они перезапустились и они быстро вот эту тестовую фазу закрыли да и стали трансформировать трансформировать проект договариваться с банком и так далее это было ну по моему три месяца длилось и значит прекратилось поэтому у людей ну может быть путаница вот с этой игрой вот это как бы это был тестовый такой пред запуск вот 37 входа там не было там было было вот это вот право стать лицензиатом 30 тысяч так и было но можно было внести день извне вот это изменили да чтобы не было никаких намеков на переменялись это одно из изменили очень много там было то есть принципиально другой проект получился в результате по многим параметрам но вот вот эти 30 тысяч частности да можно только изнутри внести только заработал это как раз для того чтобы центральный банк не даже не было никакого намеку на то чтобы у него были акбарс да а поскольку совместный проекту акбарс тщательно каждую запятую проверять вот собственно все то есть возможно здесь какая-то путаница действительно с city life может быть с витебс тоже да у кого-то может может напомнить это да но здесь принципиально другие вообще моменты есть что-то общее да поэтому путаница может быть но ключевые ну как бы базовые моменты совершенно иные то есть не нужно вообще ничего вносить это тоже дальше денис если у тебя все я могу зачитать вопросы из чата вообще еще было некоторые вопросы они почти закрылись но все таки прошу по поводу подключения бизнесов среди тех компаний которые уже давно на рынке те же свитит сервью ds то есть какие здесь основные конкурентные преимущества имеются я так понимаю бесплатное подключение либо она стоит 5000 это на выбор меня как партнера я сам договариваюсь уже с той компании которые будут подключать здесь не на выбор здесь 5000 они платят изначально рассматривался вариант бесплатного и турборежимы 5000 но потом все-таки решили что 5000 до 5000 бизнеса мы берем и эти 5000 собственно идут тебе как человек который ну вернее 4000 идут человек который подключил бизнес и при этом последнего изменения последние недели плюс еще 500 рублей с этих денег идут в сеть ну так чтобы поскольку проект сетевой вот 500 рублей еще отдали в сеть это собственно говоря вот разовый взнос плюс 5000 кладут на депозит который возвратный депозит с которого собственно кэшбэка платят да то есть это еще я услышал такое что сотрудники могут получать в день там три-четыре тысячи рублей дополнительно но это окей допустим тот человек который подключил он как в дальнейшем имеет отношение к этому бизнес-процессу и какие комиссии там для него предусмотрено он опять же как я говорил он получает он может поставить весь вот этот трафик себе в первую линию то есть вот допустим получаешь выключаешь не знаю там магазин или аптеку в день проходит 100 человек до через бизнес например вот человек который сидит на кассе он заинтересован то есть 100 рублей для того чтобы у него была мотивация он заинтересован чтобы люди открывали карту и тратили с этой карты в в этом бизнесе или в любом другом вот он за открытие карты получается рублей это отдельная одноуровневая реферальная программа она не имеет отношение к многоуровневой реферальной программе это как бы специальный такой кабинете у него есть доктор он видит все что происходит в онлайн с его клиентами а а себе в этот момент идет в первую линию идут все вот эти вот не знаю и 100 человек например десятерых он подключил в день или пятерых они идут себе все в первую линию то есть весь трафик соответственно по маркетингу планов со всех их покупок неважно в этой аптеке или магазине или он пошел потом с этой карты супермаркет или полетел купил авиабилеты он значит с них ты получаешь 20 процентов на первых парах пока нет другой квалификации 20 процентов с первой линии вот с этих вот 0 5 процента транзакционного кэшбэка вот из каждого соответственно это может быть очень такой такой существенный трактор второй вариант в этом случае и я думаю что он будет часто срабатывать это дополнительная мотивация для бизнес предложить естественно нужно будет это предлагать владельцу бизнеса или ответственному лицу директор по маркетингу крупной компании самому встать и получать весь этот трафик себе в первую линию соответственно у тебя не 20 а 10 процентов ну и вот тут вопрос тоже к этому стажер какие плюшки имеет и что теряет человек если он не стажер и не лицензиат теряет только одно то что он не сможет подключать бизнес и сам если он не стажер или уже не лицензиат здесь еще есть есть еще здесь потеря 1 то есть лицензиаты по маркетинг плану у них коэффициент один то есть полностью с маркетинга получают именно лицензиат до того момента как человек стал лицензиатом там коэффициент в маркетинге 0,8 это дополнительная мотивация я вот как раз тоже тебя хотел добавить что не 20 процентов мы получаем а 20 умножить на 0,8 пока мы не лицензиат да 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 там еще был вопрос кто 5 февраля в казани может участвовать на мероприятии значит сейчас сделали доступ такой максимально легкий к первому дню там два дня первый день это общее мероприятие и там туда попадают люди от товарооборота 300 тысяч это прям совсем немного если ну как бы до до февраля это легко можно сделать да то есть 300 тысяч ваши ваши структуры люди потратят вот просто на жизнь вот и 6 февраля там выезд за город это уже для тех кто от миллиона да да кто входит вот сейчас в расширенный лидерский совет в принципе это тоже делается за это время если есть желание вот у меня в структуре люди за три недели до миллиона доходят у меня у меня квалификация у меня до 3 миллионов уже за 18 дней. И вот третья квалификация у меня прям, не знаю, завтра-послезавтра будет 10 миллионов. Соответственно, меньше месяца. Вот. Достаточно быстро. По ускоряющейся у тебя идет. Еще уточню важный вопрос, на мой взгляд, это по поводу, куда эти деньги можно потратить. Например, 5000 активация карты. Я просто смотрел один из видео коротких, там говорилось о том, что даже кто-то налог там погасил. То есть, я так понимаю, есть перечень партнеров в компании, а есть какие-то еще институты, куда можно тоже платежи делать, и это тоже будет учитываться. Все. Там есть список. В кабинете можно увидеть кодов, которые некоторые не входят в эти 5000. То есть, это штрафы, налоги как раз. То есть, это те транзакции, где, в общем, нет реквариинга, где банк не получает прибыли. Их совсем немного, но они есть. И они не входят вот в эти 5000, которые необходимы для того, чтобы банк в структуру отдал 400 рублей. Но они входят в 10 тысяч, которые необходимы, как бы, для того, чтобы получать доход со структурой. Здесь они уже зачитывают. Вот такая особенность. Вот там просто список есть, надо посмотреть в ЖКХ в 5000 не входит, а в 10 входит, например. Вот. Ну и плюс в общий оборот, естественно, входит все. И вот этот список исключений, кодов, он вылезает, когда мы с вами регистрируемся, делаем апгрейд карты, там на каком-то этапе он вскакивает. По-моему, когда мы подписываем оферту с банком, вот там как раз есть какой-то отсыл. И вот эти все списки, они все вываливаются. Ну, естественно, новичок их не читает, потому что он еще не понимает, что это такое. Но они где-то еще вываливаются потом. То есть их где-то... Вот я сейчас по личному кабинету прошелся, я не нашел. Там подробнее, прямоугольничек подробнее синими буквами где-то есть. Вот там их нажать. Тогда в связи с этим еще такой вопрос. К примеру, человек там 4000 рублей потратил то, что входит в список, а 1000 рублей улетело там то, что не входит в список. Тогда у него условия не будут выполнены, ему нужно будет эту 1000, ну как целевую потратить, чтобы реферальную ссылку активировать, да, для себя? Да, да, да. Он это будет видеть в кабинете. Ну, обычно с этим очень редко сталкиваются. То есть, вот сколько... У меня уже есть практика, сколько людей оплачивают. Ни одного не сказало, что у меня что-то не вошло. То есть оплачивают, все входит. У меня было пару раз, это как раз оплатили налоги, например, налоги в 5000 не вошли. Ну, еще, наверное, каким методом платишь налоги? Потому что можно из госуслуг их заплатить с карты, а можно как-то еще по-другому. Нет, но в любом случае с этой транзакцией банк не... либо не получается. Так, вот просто пассажерские отдельные видео есть, чтобы понимать маркетинг. Маркетинг, в принципе, простой. Я могу его... У меня, к сожалению, время уже заканчивается сейчас, да? Я могу маркетинг сейчас за полторы минуты рассказать, если интересно. Да, как раз, если у тебя время заканчивается, вот и расскажи нам за полторы минуты, Олег. Да, да. Потом еще останемся. Да, значит... Прошу прощения, можно уточнение по поводу обучения, прежде чем про маркетинг? Меня Вячеслав зовут. В принципе, все как бы вопросы, которые у меня были, я все услышал. Единственный момент, для того, чтобы подключать бизнесы, необходимо пройти обучение. Верно? Да. Да. Вот сколько времени, то есть, это обучение длится, то есть, как этот вообще процесс происходит? Знаете, да, понятно. Оно уже идет сейчас, но каждый вебинар, он, естественно, записан. И вот то, что Алексей сказал в учебном кабинете, вы можете попасть в этот канал для стажеров, где, собственно, вот это обучение происходит, и информация там есть. Вот первое. Второе. Это будет сейчас интенсивнее. То есть, у нас изначально был в декабре еще план раз в неделю. Я вот сейчас попросил, чтобы это было гораздо чаще, вплоть до ежедневного обучения, чтобы максимально сделать это концентрированно, так как люди уже пошли в поля, и, естественно, вопросов много возникает. И я думаю, что этот процесс, то есть, вот базовое обучение пройдет, это все записано вебинары будет, и дальше оно будет постоянно повторяться, потому что будут приходить новые люди, будут вопросы возникать, то есть, это будет регулярно, систематически происходить. Но полный, вот первичный курс, я думаю, что где-то за пару недель мы пройдем. Ну и, естественно, опять же, на практике будет много вопросов, мы будем встречаться обязательно, то есть, централизованно также будем встречаться, и есть человек, который ответственный за это, за обучение в офисе, и все эти вопросы, мы практически вопросы будем еженедельно как минимум прояснять. Их точно будет много. То есть, прежде необходимо будет две недели пройти обучение, или все-таки это можно делать параллельно, то есть, обучаться и уже подключать бизнес? То есть, мы рекомендуем сначала пройти обучение, поэтому сейчас сделаем это максимально быстро, а может быть, даже быстрее. То есть, две недели в сумме, мы уже несколько вебинаров провели, поэтому это меньше. Значит, и если есть какие-то кандидаты из бизнеса в теплом кругу, то есть, чтобы не напортачить сильно, то есть, наверное, можно тестировать, пробовать, но только в этом случае, то есть, ни в коем случае на холодный не сходить, потому что еще не готовы. А в общем, общая рекомендация пройти сначала обучение, потому что, в общем, если большая армия дистрибьюторов без обучения пойдет к бизнесам, то рынок можно, в общем, подходит. Да, это понятно, конечно. Спасибо. И такой короткий еще вопрос. Слышал про баллы. Вот можно пару слов, что это за баллы, и на что они влияют? Давайте чуть позже мы это ответим. Да, сейчас просто мне уже просто убегать, поэтому сейчас про маркетинг. Значит, смотрите, маркетинг состоит из двух частей. Первая – это первые четыре линии. С первой линии 20%, со второй по четвертой 10% получает партнер. С пятой линии и в глубину до бесконечности – это вторая часть маркетинга. Вот это называется дополнительное вознаграждение. Справа, синими буквами. То есть здесь вы получаете проценты с глубины в зависимости от уровня квалификации своей. Квалификация считается из общего товарного оборота всей структуры. То есть все траты вашей структуры. Вот миллион. При этом считаются ваши личные траты тоже сюда, в эту сумму. Миллион 4%, ну видите, 3 миллиона 6% и так далее. И такая деталь этого маркетинга в том, что когда вы дошли до первой квалификации, то в первой линии у вас не 20%, а 24% становится. Со второй по четвертой не 10%, а 14%. Вот это тоже достаточно интересно, как мне кажется. И, соответственно, как обычно бывает, из глубины вы получаете из глубины и с первых четырех линий, если ваша первая линия вас догоняет в квалификации, то из глубины вы не получаете какое-то время, а с первых четырех линий вы получаете как бы разницу между процентами. То есть 20, 10, 10, 10, они как бы стабильно никуда не уходят, а остальное вы получаете разницу. Вот, собственно, весь маркетинг. И плюс вот эта деталь, про которую я говорил до того, как вы стали лицензиатами, все эти цифры умножаются на коэффициент 0,8. С момента, как вы стали лицензиатом, коэффициент 1, то есть вы получаете 100% всего вознаграждения. Собственно, вот весь маркетинг, он, мне кажется, максимально простой. Ну да, там по маркетингу может быть вопрос, что случится, когда человек дойдет до последней квалификации и так далее. Там запланирован уровень, который будет называться акционером. Это вот 5 миллиардов рублей товарооборот. Да, да, да. Не в месяц, а накопительное. Накопительное, да. Но я планирую в этом году. Планируй. Я тоже планирую. И Максим, я думаю, планирует. Может быть, еще кто-то из чата планирует. Надеюсь. Олег, если тебя надо отпускать, то мы будем тебя отпускать. Да. Опять-таки. Да, спасибо, друзья, за внимание. В общем, я думаю, что не раз еще встретимся. Спасибо тебе за сопровождение, потому что я еще тут новичок, а ты уже матерый. Так что приятно было познакомиться с тобой поближе всем. До новых встреч. Да, мне так же. Все, пока. Да, Олег, благодарю. Успехов. Спасибо. Ребят, давайте я немножко про маркетинг закончу и про баллы скажу. Этот маркетинг я уже показывал, где скачивать. То есть в личном кабинете там есть кнопочка маркетинг, вы его скачиваете, и вот эти слайды вам доступны. И вам вот на этих слайдах покажется, может быть, каким-то замороченным вот эта формула. На самом деле, если просто взять ее и прочитать, то она очень простая. Смотрите. Она рассчитывает сумму процентов основного вознаграждения и дополнительного вознаграждения. То есть, вот смотрите, 20% основного дохода и 4 дополнительного дохода равно 24%. Это вот то, что Олег сказал. Теперь давайте смотреть. Z – это сумма вознаграждения участников всего. Она состоит из X% умножить на 400. 400 – это, например, целевое вознаграждение за выполнение человеком в течение до конца следующего месяца вот этих 5000 накопительных покупок с карты со своей. Вот только-только зарегистрировано. Значит, в сеть выплачивается 400 рублей. Вот они здесь и указаны. Соответственно, если это первое поколение у вас, то вы получаете с первого поколения, смотрим, сколько процентов? 20%. Вот они здесь и указаны. 20%, X%. Предположим, это 20%. Со второго поколения это 10%. Ну и сюда прибавляются вот эти дополнительные проценты. То есть, соответственно, если у вас есть миллион товарооборотов, то не 20%, а 24%. Дальше умножается А2, сумма оборотов сети за текущий расчетный период, умножить на 0,5%. То есть, смотрите, здесь, вот в этой части формулы говорится, только за целевые выплаты банка за тех, кто 5000 потратил. А вторая часть – это товарооборот за данный месяц умножить на 0,5%. Это то, что Акбарсбанк платит в сеть. И умножить на X%. А что это X%? Это те же самые 20% или 24%, которые мы считали вот с этими 400 рублями. И все это умножается на 0,1%. Это понижающий коэффициент, то, о котором Олег сказал. Если вы не лицензиат, то 0,8%. Если вы лицензиат, то нет понижающего коэффициента. Вот такая формула. А дальше все, что здесь указано в маркетинге, просто надо прочитать какие-то нюансы. И все. Теперь по поводу баллов. Значит, баллы – это не очень такая полезная штука, на самом деле, как кажется. Вот опять вопрос, где посмотреть. поясняю еще раз в личном кабинете, который я только что показывал. Вот в нашем разговоре несколько раз я его показывал. Вы увидите это по вкладке «Маркетинг». Скачиваете оттуда, и все. На самом деле, я в чат наш, который называется «Лови кэшбэкс. Ах, я его сейчас скину». И вы можете просто там его скачать, и все, и без проблем. Ну ладно, теперь по поводу баллов. Значит, баллы начисляются нам за каждого, кто выполнил цель. Даже давайте я по-другому сделаю. Я вам сейчас покажу экран, и где это написано. Покажу. Так. Где у меня хром? Вот он хром. Вот. Значит, это тот самый кабинет, о котором я только что говорил. Дальше вы нажимаете «Начисление». И вот здесь внизу, в начислениях, как раз есть эти пояснения, о которых у меня спрашивали. Смотрите. Доход Акбарасбанка. Начислено две-триста баллов. Здесь написано, за что эти баллы даются. Двести баллов, если вы пригласили друга, и вы, и он в течение месяца потратили по пять тысяч рублей. На самом деле, не в течение месяца, а до конца следующего месяца. Если вы, когда вы вступаете, не потратили пять тысяч рублей в течение до конца следующего месяца, то вы эти 200 баллов получать никогда не будете. Поэтому очень важно это сделать. То есть, потратить пять тысяч рублей, именно не просрочив это. Все остальное будете получать, а вот это премия не будете получать. Дальше, когда ваш друг делает апгрейд карты, то есть, он ничего еще не потратил, он просто нажал апгрейд и заполнил анкету. Вы получаете еще 100 баллов. Ну, и когда он потратил не пять тысяч рублей, а всего лишь тысячу, вы получаете еще 100 баллов. То есть, на самом деле, 200 баллов надо было третий по счету посчитать, потому что это выполнение всех предыдущих условий в том числе. То есть, всего 400 баллов. Теперь, где это написано? Вот это написано. Услуга премиум активирована, потому что я потратил в предыдущем месяце 20 тысяч рублей. Тоже нюанс, который мы еще пока не говорили. То есть, если вы тратите 20 тысяч рублей в данный месяц, на следующем месяце у вас будет премиум аккаунт. Премиум аккаунт – это все скидки, кэшбэки, которые указаны в приложении. Если у вас не премиум аккаунт, вы получаете меньше эти скидки. Сейчас, если будет вопрос, я скажу подробнее, как. Если у вас нет премиум аккаунта, то тогда вам премиум аккаунт дается за эти баллы. Один балл – один час премиум аккаунта. То есть, если у вас, например, тысячу баллов есть, а тысяча баллов – это всего лишь два с половиной человека. То есть, два человека, которые выполнили цель, еще один человек, который сделал апгрейд и потратил тысячу рублей, то у вас там месяца полтора уже будет премиум аккаунт. То есть, эти баллы, они превращаются в премиум аккаунт на случай, если вы не потратили 20 тысяч рублей через карту. Вот и все. Может быть, эти баллы потом конвертируют в еще что-то. Но пока это только за это. У меня все. Понятно. Спасибо, Алексей. Так, чат у нас вроде молчит. Друзья, мы с вами уже достаточно долго вместе. Запись будет. Я ее выложу в том же самом чате. Сейчас туда же скину маркетинг. Вернее, не в чате, а на канале. Все, тогда давайте, друзья, прощаться. Кто основатели и какие у них цели на перспективу глобально? Значит так. Основатели у нас Ислам и второе имя я все время забываю. Они вдвоем. У него 90% компании, 10% у его партнера. Тимур, забыл. В общем, они дезисфокцируются в Казани. Компания называется Казани. Прошу микрофончики всем выключить. Эмиль зовут. Эмиль. Эмиль это тот, который ведет вебинары. 10% не у Эмиля, у другого. И планы у них такие, что они хотят, во-первых, по кэшбэкам перебить теньков. То есть все ведущие банки, чтобы были за поезд заткнуты. Чтобы безусловные кэшбэки, которые мы получаем не только у партнеров, а вообще при любых покупках, чтобы они были больше. Это будет обеспечено благодаря конкуренции банков, которые будут здесь в кэшбэк-форсе. Ну или в лови кэшбэки. И почему у них это может получиться в отличие от каких-то отдельных банков? Потому что если банки конкурируют друг между другом, то внутри нас, мы же не банк. Лови кэшбэк это не банк. Это компания, которая обслуживала банки. А теперь сотрудничать с банками. И у нас есть возможность устроить внутреннюю конкуренцию здесь, внутри, на одной платформе. Соответственно, банки будут сжаться до тех пор, пока они отдадут все, что могут, чтобы получить как можно больше клиентов, но при этом давать как можно больше кэшбэка. Это такая цель. Первая. По России сделать кэшбэк для всех наших участников больше, чем у самых ведущих банков. Ну и вторая цель глобальной экспансии. То есть открыться как можно больших странах, в том числе и в Америке. Сейчас американский рынок тоже прощупывается. И чтобы все это было сплетено одной единой нашей реферальной сетью. Есть ли необходимость запуска физических офисов в городах? Если да, то какие условия? Второй раз раздается вопрос. Да, я его пропустил. Нет необходимости в физических офисах вообще никакой. Поэтому про них нет речи, не слышал я про это, и условий никаких не выдвинут. Что касается основателей еще, то на мероприятии 5 февраля они будут физически, поэтому там с ними можно будет познакомиться. А если вы выполните до 5 февраля объем 1 миллион, то вы сможете посетить мероприятие и 6 февраля, которое будет в пансионате под Казани. Ну и там уже более плотно общаться с основателями. Кроме того, на вебинарах общих, которые идут по кэшбэк-форсу, или по половой кэшбэку, присутствует. Позавчера был вебинар, и Ислан там разговаривал. То есть он там присутствовал, поэтому с ним можно общаться, он не прячется. Ну ладно, коллеги, а то у меня уже язык заплетается. Я сегодня не первый вебинар провел. Поэтому будем прощаться. Леш, может быть, давай дадим, может кто хочет высказаться реально, кто уже начал пользоваться, и какие ощущения у человека, что он видит, какие плюсы. Да, с удовольствием, конечно. Только я отвечу коротко. 5-го, 2-го, доступ, Олег это говорил, от 300 тысяч оборотов, если у вас есть, на тот момент, то вы можете участвовать там. Максим, давай, кого-нибудь мотивируй выступить. Да не, мотивировать сильно не буду, но я такой веселый сегодня. Сегодня аж 200 с чем-то рублей пришло, я прям такой радостный. 50 рублей. Но, блин, это прикольно тоже. На самом деле, вначале я не увидел здесь больших денег, пока не послушал кучу разных людей, разных мнений, разных точек зрения. Потому что, когда привыкаешь тратить в месяц там ну, до миллиона рублей, и это кажется, это так смешно, думаешь, такие темы развивать как бы маленькие. Но, когда послушал одну женщину, и она сказала, что действительно мы пользуемся деньгами всего мира, развив это все дело, то как Байкал формируется, да, множество речек получается. Вот это мне очень понравилось. Вот. Ребят, давайте, может быть, выскажите свое мнение. Я знаю, тут лидеры есть, свое понимание, свои тонкости, свои нюансы. Ну, я еще тогда добавлю свое впечатление, почему вообще я здесь на этой платформе, потому что я четко увидел следующее, то, что вообще банки, они прибыли-то себе за эквариант кладут приличные. То есть, они выступили сейчас посредниками между покупателем и продавцом, и свои-то там 3% так или иначе они забирают. Ну, может, не в одно лицо, несколько, там виза что-то берет или мастер-карт, или мир, что-то банки берут, и не один банк, там, какой-то покрупнее, какой-то поменьше. Вот. И с людьми особо не делится. Ну, дают кэшбэки, как бы, да, но это индивидуально. А так, чтобы мы по-крупному стали вот эти деньги забирать у банков, такого еще нет. И вот, слови кэшбэк, это первая компания, которая, знаете, без всяких там, вот, Сетилайт, например, я подписан был когда-то, но мне эта система не понравилась, потому что там заработок идет за какие-то левые вещи. То есть, ты вносишь какие-то абонентские платы, за что-то там платишь, чтобы стать лицензиатом, ты там вообще 300 тысяч платишь, то есть, какие-то невообразимые вещи, и там зарабатывают не с кэшбэков, а с каких-то этих левых вещей. А вот здесь мне, лови кэшбэк, понравилось именно тем, что левые вещи опущены в воду, и их не видно. Их вообще нету здесь, да, понимаете? То есть, все рождается именно от банков. То есть, здесь люди не заносят деньги никак иначе, кроме как на простые покупки свои. И все. То есть, мы здесь ни на что не платим еще. Даже 30 тысяч лицензиат мы платим, накопив это здесь сети. То есть, мы не свои деньги достаем и платим за что-то, а мы платим за то, что мы покупаем в магазинах. Банки нам за это отчисляют проценты, и вот с этих процентов мы уже оплачиваем тех же самых лицензиатов, если мы хотим им быть. Это не обязательно, да? Вот. Поэтому возможность вообще без всяких выкрутас, без каких-то пирамидальных и левых историй мошеннических, да, или каких-то недоговариваний чисто забирать прибыль у банков и распределять ее между обычными потребителями, вот это, по-моему, очень сильная вещь, и так как лови кэшбэк, ее еще никто не сделал. Вот. И это меня сюда здесь привлекло. Чистая, конкретная, прямая история. Без всяких леваков. Ну да, у нас у каждого получается свой опыт жизни какой-то, и, конечно, хочется надежности какой-то, чтобы работать спокойно. Я вот просто помню, в 21 год, когда в школе милиции учился, начинал бизнес Amway развивать. и я уже 6 лет не развиваю его вообще, но 1020-30 в месяц мне приходит оттуда пассивного дохода. И получается, что здесь, если создавая такую же клиентскую базу, я как понял, это мы можем сделать на десятилетия. Правильно, Алексей? Конечно. Даже больше, наверное, если это напрямую с визой. Олег сказал, что эта виза заинтересована в том, чтобы продвижение даже шло этого всего и делиться комиссией. Да. И виза настолько заинтересована, что она выделила какой-то серьезный бюджет, больше миллиона долларов, полтора, по-моему, на то, чтобы рекламироваться по телевидению российскому, вот эту систему, нашу карту, и еще через какие-то онлайн какие-то баннеры, в общем, какая-то рекламная кампания, как виза умеет. Вот она вроде как, но это неподтвержденные данные, но такое я слышал. Так что мы в ближайшее время, в ближайший год увидим не только нашу словесную поддержку распространения вирусного такого системы, но еще и масс-медиа, скорее всего. А это серьезно? Ну, смотрите, получается, сейчас возникает вопрос такой, вот у меня, по крайней мере, блин, хочется успеть, хочется кусок пирога, так сказать, отрезать себе. Это нормальное явление, хочется быть первым там и все такое. Хочется как-то действовать активно. И я что предлагаю, получается, я человек действия, поэтому у меня, вот я слушаю зум, я понимаю, что надо послушать еще не все понимая, но у меня уже чешется в одном месте, я уже и тому надо дать информацию, тому и тому, и тому, а время идет, если не я дам, то кто-нибудь другой даст первым. Поэтому я что предлагаю, если здесь находятся люди, которые хотят создать действительно большие структуры, то я предлагаю просто активно встать, даже можно сказать, какой-то марафон, что ли, чтобы, блин, просто по 10, по 20, по 100 человек в день информировать о данной возможности. Но с лидерами, с лидерами, особенно вот кто уже там заевшиеся, такие, я просто Алексея помню, когда ты мне предложил, я как бы так, знаешь, не до конца, то есть мы такие, блин, не знаю, разбалованные что ли какие-то, и с нами нужен там чуть подольше поработать, да, но когда мы вникаем, тогда уже начинаем активно двигаться. Поэтому, если с лидерами начинаете работать активными, то прям вот заботитесь о них, прям вот спокойно, они будут куча отговорок говорить, вот прям вот спокойненько в этом плане разговариваем, потому что у меня есть люди с лидерами, когда, знаете, каждый себя мнит, ну, нормальное явление, да, которое зажравшись, я в том числе, наверное, считаю, когда мы начинаем где-то, ну, как-то не очень разговаривать с высокой планки, так сказать, ставить себя. И это херово. У меня несколько лидеров, допустим, они не захотели работать, потому что я себе поставил так. Поэтому, ребят, если мы работаем, спокойненько работаем, в легком режиме, как ты, Алексей, работаешь, вроде без высокомерия, это по-доброму, поэтому, короче, я предлагаю включаться активно, если кто-то прямо в марафон хочет встать, есть у меня методика интересная, которая будет просто подстегивать, я вот по 10 человек в день даю информацию, даже тогда, когда я на отдыхе, то есть у меня уже настолько эта привычка выработана, что мне легко дать информацию десятерым людям, поэтому я предлагаю, кто, ну, короче, мне в личку партнеры напишите уже, и мы тогда уже начнем, кто захочет встать в этот марафон, начнем действовать, просто, блин, по 20, по 30 человек в день, если не больше. Да, ну, видишь, 20-30 человек в день, у нас тоже скрипты есть какие-то, то есть вот твой скрипт я в тот же чат, о котором упоминал, добавил, да, то есть ты сразу написал, мы согласовали с тобой текст, и я его сейчас тоже для всех вывесил, то есть этим же всем можно пользоваться, вот, кто-то, если еще что-то предложит какой-то текст, мы там же повесим, то есть мы работаем в общей связке, в общей команде, поэтому общие наработки у нас будут. Ребят, давайте еще, у кого есть какие-то пожелания, мнения, вообще, кто что решит, кто что-то принял решение. Есть вопрос, можно вопрос еще один? Да, да. Алексей. Да, да, да. У меня вопрос, ну, мне, скажем так, интересно, вот именно подключение бизнесов, поэтому вопрос связан с этим. Вот, я так понял, что, значит, плюсы для того, для бизнеса, да, при подключении, это одноранговые выплаты внутри там по 100 рублей в моменте, да, и это оцифрование клиентов, всех клиентов, например, ну, если это магазин, там, одежды, допустим. Вот, и такой вопрос, если, значит, этот бизнес, он же становится на платформу, получается, лови кэшбэк, правильно? Становится, да. и тогда клиенты этого магазина, которые, например, получили эту же карту, они, приобретая эти же, скажем, товары в этом магазине, они будут получать кэшбэк дополнительно еще или нет? конечно, да, то есть, смотри. То есть, помимо, помимо вот всех плюсов и бонусов, которые дает именно лови кэшбэк, они еще и могут получать дополнительный кэш именно при покупке в этом магазине, правильно? Если он уже встал на платформе, этот бизнес, магазин. Последнее предложение, ты так завернул, что мне кажется, неправильно немножко прозвучало. смотри, я проговорю. Значит, бизнес подключается в отдельный кабинет, здесь на платформе лови кэшбэк. Бизнес, если у него есть что-то типа официантов или там каких-то сотрудников, да, он каждому сотруднику дает, ставит тоже приложение на их телефон. Те сотрудники показывают QR-коды и подключают обычных клиентов с улицы, которые зашли. Эти клиенты с улицы скачивают наше обычное приложение, становятся в первое поколение не к этому официанту и не к бизнесу, а к тебе, как к человеку, который его подключил, пока так. Может быть, это изменит, но пока так. А сами клиенты, которые подключились благодаря бизнесу таким образом, они получают все привилегии лови кэшбэка. То есть, они получают полноценное приложение, видят там все предложения от всех других партнеров, тоже могут тратить свои деньги через эту карту, не только на этом бизнесе, но и на любых других. А значит, официанты за каждого получают 100 рублей, эти 100 рублей платят лови кэшбэк, а может быть, даже, скорее всего, им банк платит через лови кэшбэк эти 100 рублей. То есть, для бизнеса это не затратная часть. И вот, что мне кажется, можно было бы усовершенствовать, чтобы все-таки эти люди, все клиенты, они вставали в первое поколение, наверное, лучше к официанту. И чтобы бизнес вставал над официантами, и чтобы, соответственно, все эти клиенты этого бизнеса от вас, как от подключившего этого бизнеса, они встроились в третью линию, потому что сначала бизнес получает, потом официанты, а потом уже вниз по структуре. Вот я, когда буду вообще в лидерском совете участвовать, я бы это предложение выносил, там сейчас все дорабатывается, поэтому время предложения еще не истекло. Но пока сделано так, что все эти люди, которых подключили бизнесы, они в первое поколение к вам встают по сети, и вы с них получаете за все. Но кэшбэки именно в этом бизнесе все клиенты получают от этого бизнеса. И, соответственно, таким образом привязываются к этому бизнесу, чтобы в него постоянно ходить и пользоваться этими кэшбэками. Но в плане сети бизнес этот пролетает, то есть клиенты мимо летят в плане сети. Но этот бизнес оцифровывает клиентов, он с ними общается, он ему там пуш-уведомления может присылать, этот бизнес-предложения какие-то персональные делать. У него есть статистика, которая помогает сортировать клиентов, сделать какую-то выборку, общаться с этими клиентами дизуально. Но вот как по сети бизнес с них ничего не получает. Вот такая история пока. у меня вопрос, он как бы возник в связи с тем, чтобы дополнительное преимущество было для именно бизнесмена, который, почему ему нужно подключить бизнесмены. Ну давай, Вячеслав, еще раз скажу, смотри, вот что для бизнесмена пока на данный момент, как сейчас эта система налажена, он за 5000 рублей получает приложение, еще 5000 рублей он кладет на депозит, которые не идут в лаве кэшбэк, они просто с этих 5000 рублей платят кэшбэке своим клиентам, то есть это скидка, грубо говоря, которую он вперед просто обеспечивает. Значит, фактически его затраты это 5000 рублей, и за эти 5000 рублей он получает приложение, которое ему оцифровывает весь бизнес, которое позволяет ему через пуш-уведомления общаться с клиентами, которое позволяет ему собирать статистику о клиентах, которое позволяет ему сортировать клиентов, ну, например, тех, которые не были у него, ну, если это парикмахерская, то там в среднем клиент приходит там 3-4 недели, раз в 3-4 недели, он может отсортировать тех, кто был в последний раз больше, чем 4 недели назад, и им сделать персональный кэшбэк с пуш-уведомлениями и пригласить и пообщаться таким образом с клиентами. То есть фактически вот это его заинтересованность бизнеса. Что касается кэшбэка, то много к нему приходит к этому бизнесу, кто и говорит, дайте нам скидку, а мы приведем к вам своих клиентов, то есть это не ново. Это так делают многие. И здесь тоже Лови Кэшбэк то же самое делает. Но плюс к этому Лови Кэшбэк еще и дает ему технологичный кабинет для общения с клиентами. Потому что частные бизнесы, небольшие, это же не огромные компании, у которых есть подразделения, где все автоматизировано и так далее. Это сложно. Директору бизнеса приходится быть всем и менеджером, и, не знаю, там, вышибалой, и охранником, зачастую и продавцом. И вот это приложение, она как раз предлагает, помогает обычному бизнесу автоматизировать хоть какие-то процессы. Всего лишь за пять тысяч рублей. Я считаю, это достаточно мотивации, чтобы пользоваться этим приложением. А все остальное, Вячеслав, не мучай, все на обучении для стажеров. Окей? Все понятно. Потому что сегодня мы все-таки уже час сорок здесь. Это лимит большой, превышен. Среднее время вебинара и вообще удержание внимания это где-то час. Поэтому мы с вами лучше еще раз встретимся потом. Хорошо, хорошо. Алексей, еще момент. Такое пожелание, как ты озвучил, что в лидерский совет войти и делать предложения. Это по поводу того, чтобы эти клиенты бизнеса в дальнейшем также могли становиться партнерами и чтобы к ним был доступ в качестве информации, донесения, например, чтобы этих людей можно было объединить в какие-то чаты и так далее. А это уже реализовано. Отлично. Более того, у них же скачивается у клиентов обычное наше приложение, такое же, как у тебя и у меня. А там нет и просветится вот эта кнопочка «Пригласи друга». То есть само предложение само мотивирует. Человек начинает в нем ковыряться, видит, какие там есть моменты, возможности. И так или иначе, у них даже есть статистика. Каждый, по-моему, 13-й, что ли, 15-й человек приглашает друга. Если ему даже ничего вообще не говорить. Вот он просто приложение скачал и все. Так что от этих клиентов сеть так или иначе дальше пойдет. А вот насчет коммуникации, так как эти клиенты встают на самом деле вот сейчас, на данный момент, в первую линию к тебе, как к пригласившему бизнес, то ты же видишь телефоны клиента. Поэтому ты можешь связываться и, пожалуйста, с ним выстраивать коммуникацию. Еще момент, вопрос такой по поводу доступа к скачиванию приложения. Он в свободном формате или только через реферальные ссылки? Нет, он в свободном формате. Я задавал Исламу вопрос, он говорит, мы не можем отключить свободный доступ, потому что это требование Apple Pay. Иначе приложение просто уберут с Apple Pay. Они требуют этого. Не должно быть только через какие-то закрытые ссылки. Вот такая фишка. Но клиенты, которые попадают в потеряшки, их они вроде называют, которые попадают мимо. Вот мы вчера буквально одного из вас переставили к Максу, а он пролетел мимо. Как-то там через Huawei что-то не так регистрировалось. Все его переставило техподдержка. То есть мы всех клиентов возвращаем. Кэшбэк-форсу в первой линии совершенно не нужна тьма клиентов. Им нужно, чтобы мы обслуживали всех клиентов и с ними разговаривали. Все, вам благодарю за эфир успехов. Да, ребят, все, будем прощаться насильно. Хотя нам хочется конечно быть вместе, но тем не менее уже наверное многим надо идти по делам в последующем. Все, спасибо. Эти вебинары у нас естественно будут регулярными. Кроме того, есть корпоративные вебинары в тех двух чатах, которых я вам сегодня показывал. Пока, друзья. Смотрите, спасибо, the best . Продолжение следует...